Добрый вечер, уважаемые трейдеры! Наконец-то мы начали, дождались всех, а то не так много было участников в самом начале. Люди после работы опаздывают, все это понятно. Как обычно, вторник, обзор рынка, обзор макроситуации, сделки, входы, позиции и даже теханализ. Начну я с представлением, много новых имен вижу. Я Фред, трейдер, управляющий активами, торгую на рынках очень давно, 18 лет, чем только не торговал, кроме облигаций. Вот сейчас торгую большей частью опционными конструкциями, на валюты, на акции, на что угодно. Можно сказать, что я на рынке всегда. Если рынок работает, то я вижу, что на нем происходит. Будь то через Bloomberg, через терминал, через котировки, через новости, как угодно. Но если рынок не закрыт, то я обязательно краем глаза. Нет, кроме крипто. Хотя, вот этим тоже придется заняться. Потому что часть инвесторов просто просит или даже требует. Ну, я посмотрю. Не мое, конечно, все это. Особенно я не люблю вещи, где какая-то эйфория. Ну, посмотрим. Пока присматриваюсь. В день по одному вебинару слушаю, что-то читаю, разное ICO смотрю. Пока ни одно ICO мне не понравилось. Одно и то же, видя, какие-то финансовые услуги, переводы. Всего этого полно-полно. Я уверен, через пару лет никто даже не вспомнит про эти размещения каких-то там PaySense, я не знаю, еще что-то. Serenity Financial, какие-то утопические идеи, которые, в общем-то, и не должны быть на блокчейне. Но вот почему-то люди решили добавить в свой бизнес слово блокчейн, перевести это якобы на блокчейн. Может, не якобы, но толку от этого мало. Окей. И предупреждение о рисках, конечно же, регуляторы просят, требуют, и мы должны показать на экране, что CFD и любая маргинальная торговля – это риски, вы можете потерять больше, чем имеете на депозите. Ну и, собственно, организатор торговли, вебинара, точнее, ну и торговли тоже, Nail Markets, офисы в Лондоне и Таллине, и вот контакты, по которым можно обращаться по любым абсолютно вопросам. Если у вас есть тема для вебинаров интересная, ну, кроме крипто, в этом я не разбираюсь, сам слушаю вебинары, то пишите прямо сюда в чат, не надо на e-mail писать даже, ну, можете туда написать, предложите тему, и мы это обсудим. У меня есть хорошая идея – это Пауэлл, это тот человек, которого назначит Трамп вместо Джанет Йеллен, точнее, назначил уже 33 февраля, а вот мы как-нибудь делаем вебинар, ближе уже к делу, наверное, может быть, ближе к Новому году, после того, как состоится последнее заседание, и нет, это не последнее, предпоследнее заседание Йеллен, мы проведем знакомство с Пауэлом, кто он, ястреб он или голубь, чего ждать следующий, ну, его срок, все это мы обсудим. Ну, и есть пара идей, которые могут быть не всем интересны, так что поэтому я снова вас прошу предлагать что-то более интересное. Окей, начнем, переключаюсь на Метатрейдер, неделя была, ну, можно сказать, интересной, по нефти были движения, евро развернулся и уже линию шеи пробил, не вышла голова и плечи, полноценная голова и плечи не получилось, не вышла, кто смог выйти, окей, кто не смог, наверное, по стопу закрылся, но мы сейчас все это обсудим. В общем-то, предпосылок серьезных для того, чтобы евро снова покорял какие-то максимумы, я не вижу. Буквально сейчас программа мне предоставит возможность включить вам свой Метатрейдер, и дальше мы сможем продолжить. По фунту были сегодня, мы немножко не успели сделать прямой эфир, куча там накладок была, но спешу вас обрадовать, завтра у нас будет два прямых эфира, я вам сейчас ссылки скину. Это будут запасы нефти и что у нас еще выходит, инфляция по США. Два прямых эфира для тех, кто в первый раз у нас на вебинаре, поясню, что это за прямые эфиры. Во время выхода данных мы вот в живом, в реал тайме включаем камеру, десктоп, график, Bloomberg, все, что можно включить, мы включаем и транслируем собственно это событие. Как оно отразится на рынке, мы не знаем, никто не знает, но вот в живой ситуации в прямом эфире мы это показываем. Вот значит ссылка на первый прямой эфир, вот здесь заходите, нажимайте колокольчик, чтобы вам приходило напоминание, когда этот эфир начнется, там за несколько минут, наверно приходит напоминалка, вот видите, set reminder, колокольчик такой, нажимайте, ставьте лайки, даже до трансляции не понравится, отпишите лайк, ничего страшного, но как показывает опыт, людям нравится, и мы собственно решили это усилить, потому что есть интерес к этому. Я думаю, что это самый живой формат, даже живее вебинара, это вот такой огонь-огонь, горячий, прям реал тайм, не после, не до, а во время выхода данных. Что еще могу сказать, что прямые эфиры я веду из дома, мы уже даже, немного забегу вперед, укрепляемся в плане техники, оснащения, чтобы все было четко, вот не прямо сейчас, а в ближайшее время, наверняка, это будет такой хороший, четкий продукт, специально, чтобы вы лучше видели, лучше слышали, лучше понимали, потому что рынок, это понимание, если мы по кирпичикам будем собирать с рынка информацию, правильно ее трактовать, переваривать, только тогда мы сможем прийти к какой-то вероятности выше 50%, а все остальное это угадайка, все остальное это 50 на 50, и как сказал Борен Баффет, если вы не понимаете, кто на рынке дурак, то продолжать не буду, этот дурак, мы сами, назову себя, если я не понимаю. Но слава богу, последние годы, я редко разочаровываюсь в рынках, немножко воды залью в вебинар, потому что у меня не открывается именно метатрейдер, в последнее время я не жалуюсь, очень даже рынки ведут себя, вот понятно, не считаем сегодняшний разворот евро, я не сильно в курсе, почему именно так, время от времени, конечно, рынки будут нас разочаровать, но слава богу, в последнее время, в целом, картина укладывается в мое понимание процентных ставок, в мое понимание поведения центральных банков, денежно-кредитной политики, ну и вообще макро статистики. Ну и можно сказать, что единственным разочарованием служит, небольшим таким разочарованием служит, собственно, ситуация с фондовыми рынками, они уж слишком высоко ушли, я даже не против того, чтобы они шли высоко, и все сказали спасибо, что я не против, я не понимаю, почему коррекции нет, потому что все-таки рынки, это быки и медведи, куда делись медведи, хотя бы на 3-5% свалить, снова закупиться, пойти вперед, все же циклично, а вот пока не получается, уже там 270 дней, как рынки растут без единого разворота, так не было с 1928 года, даже может раньше, но вот статистика помнит, 28-й год, в 95-м году было 241 день, но мы уже побили этот рекорд, уже третий вебинар, по-моему, мы говорим о том, что рекорд этот побит, так что вот рекордная такая интересная ситуация, когда будет эта коррекция, даже на полпроцента я показывал, может быть в прошлый раз, а коррекции не было давным-давно. Наконец-то включился мой десктоп, я теперь могу вам показывать все, и метатрейдер, а вы мне скажите, видите ли вы мой метатрейдер, значит сейчас у меня включен, да, вот, все, теперь должно быть, Apple у меня открыто, отлично, наконец-то, итак, идем, по порядку будем проходить по всем инструментам, вебинар называется 4 торговые идеи, как получится, возможно больше, возможно ни одной идеи не будет, потому что, да, мы неясновидящие, и если рынки ведут себя непонятно, то мы должны признаваться честным, нам непонятно, что происходит, нет, это нормально, что нам непонятно, но нам максимально непонятно, что происходит, сигналов для входа нет, мы не видим, где можно прикупить, чтобы прокатиться вверх, или где сделать шорт, чтобы прокатиться вниз, но если что-то наклевывается, где-то мы что-то понимаем, и нам интересно, почему рынки не видят этого, мы можем рискнуть и сказать, мне кажется, рынки рациональны, вот там фунт должен стоить 1.39, а сейчас там не такая цена ниже, я бы прикупил, но если я не прав, стоп-лосс поставлю туда-то, туда-то. Так что, итак, идем, Microsoft, ничего интересного, огромный гэп, даже не собирается его закрывать, отчетность компании не самая плохая, вполне даже неплохо выглядит, как и все остальные компании, немного может быть переоценена по сравнению с предыдущими периодами, но в общем-то не сильно. Boeing, ну вот я вниз смотрю, уже второй месяц пошел, если не больше, я по Boeing смотрю вниз, никак не дадим коррекции, но если так будет продолжаться, я просто закроюсь и, ну и все, я откажусь от позиции, там пара тысяч убытков точно есть, 2% целых от 100 тысячного счета. Да, кстати, я давно счет не показывал, сегодня включу, просто там брокер поменялся, точнее не брокер, а Option Express закрылся, и они перенесли всех на головную платформу Charge Schwab, ну собственно, они всегда приняли Charge Schwab, последние по крайней мере 6 лет, но вот сейчас даже платформу закрыли, и как бы мы оттуда уже выводим деньги, это инвесторские деньги, и переводим на Interactive Brokers. Так вот, я жду, пока там истекут сделки, опционы, поэтому особо не захожу. Но я сейчас покажу, там было вчера 149 500, максимум был 158, 159 тысяч, так как я сделать не делаю, жду, пока все истечет, поэтому вот так вот болтается, между 149 и 155. Напомните, я покажу. Так что по Боингу тоже делать нечего, сильно выросло, но вот вчера новость была, что они снова выиграли поставки у Emirates, да, помню, с ним не ошибаюсь, да, помню, Emirates был, авиакомпания, там большая партия, я не знаю, рынок это учел давным-давно или нет, котировки не сильно отскочили, возможно, все давным-давно знали, просто как факт уже состоялось, но бумага выросла очень сильно, вот на Уикле вы видите, удвоилась за там год, и за 5 лет показала 75-260, это сколько, это очень много, процентов очень много, с плечом представляю там еще больше. Дальше, Snapchat, ну вы видели отчет Snapchat, в общем-то убытки, как и должно было быть, не знаю, уровни минимальные, но и Snapchat пока не показывает никаких признаков жизни, бурной жизни, что могу сказать, Facebook вышел из минусов, хороший плюс уже давным-давно, это хорошая прибыльная компания с высокой рентабельностью, Twitter только-только выходит, вот сейчас, возможно, первый квартал будет положительный, прибыльный, вот Snapchat последний в очереди из этих трех компаний, на выход в плюс, дойдет до них очередь или нет, потому что все-таки конкуренция вещь не слабая, может быть даже мода на Snapchat прошла, а там расходы очень большие, но на одну только охрану создателя, генерального директора, они тратят 900 тысяч в год, вот можете себе представить, откуда цифры, они на IPO, когда выходили, обязаны были все цифры показать, и в этом вот проспекте эмиссии было написано, что вероятно Snapchat не выйдет в плюс, вот можете себе представить такой прогноз, такой проспект эмиссии, это не ICO, где нужно говорить так, что вот криптомонеты наши, это всего лишь возможность паек, но это из-за законодательства, нельзя что-то обещать, нельзя вот этих крипто держателей, держателей токена или как там, не знаю, коина, какие слова, да, у нас появились, были акции, облигации, теперь токены, коины, их нельзя называть собственниками, их нельзя называть пайщиками, и тем более акционерами, можно обещать, что может быть вы им что-то дадите, так что вот вы будете осторожны, те, кто интересуется крипто, формально, те крипто, которые проводятся, допустим, даже в Евросоюзе, про Россию не скажу, там может быть вообще вне закона, вообще везде вне закона, но вот плюс-минус научились обходить, вот в этих проспектах, white paper, как называют, там черным по белому написано, что может быть когда-нибудь мы что-нибудь вам дадим, потому что если они напишут по-другому, это подпадет под сильную регуляцию, и ICO превратится в IPO, и все будет закрыто, даже может административные дела заведут, если не уголовные, поэтому формально и неформально держатель любого токена, который вышел на ICO, он никто и ничего, никто ему не обязан давать, даже если бизнес будет успешен. Это, чтобы вы знали, я сам недавно был модератором одной конференции здесь в Сталине, и юрист выступал, это мой близкий товарищ, друг, и другие представители, все, кого я знал в этой индустрии, собрал, вот так что из первых уст от юриста в Евросоюзе, который несколько ICO уже провел, я вам говорю, хорошо, идем дальше, сейчас речь не об ICO, так что Snapchat это вот такая black box, выстрелит, не выстрелит, своего рода такое ICO, вроде бизнес налажен, все идет, но нет прибыли, так что если кто хочет рискнуть, может быть можно взять там по 12, поставить стоп-лоссы, посмотреть дойдем ли хотя бы до 15, до 16, Disney неинтересно, ГАЗ неплохо ведет себя, особенно с точки зрения опционщиков, вниз, вверх, вниз, вверх, просто очень хорошие колебания делает, я посмотрел сезонность, ноябрь, декабрь, ну как бы боковое, сначала вверх, потом вниз, так что будьте осторожны, надеюсь это работает до сих пор, сезонность, ну то есть как исторически, там за 10 лет вел себя ГАЗ, там в середине ноября, в конце ноября, просто в гугле вбейте, натурал ГАЗ, там все занабилит, или как-то так, и он вам покажет кучу графиков, а это наверное больше чем работает, больше чем не работает, и меньше чем работает на ГАЗе, на всяких фьючерсах, на пшенице должно, хотя вот знаете наверное новость, почему по ГАЗу, Владимир, ну кто знает, да, такой расширяющийся треугольник, но это такая плохая фигура, она расширяется, и непонятно где что делать, то есть там границы вместо сужения, и выхода из треугольника, они наоборот расширяются, и каждый раз может цена выходить на новые рубежи, на новые уровни, по пшенице кстати скажу, не знаю, есть в метатрейдере тут у адмирала пшеницы или нет, но если нет, может скоро будет, кто знает, почему цены обвалились в последнее время, они вот сильно росли, 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 и вот этот сезон, Владимир, где мы пробили сужающийся, вот я говорю об этом треугольнике, смотрите, вот такой расширяющийся, вот об этом я говорю, вот так вот, да, если даже вот так, а что мы пробили, может на каком-то очень-очень узком таймфрейме, но я в такие не захожу, может быть вот вы соединяете на 4-х часовом, да, кстати, похоже, просто очень далеко заходите, я не люблю, газ может вести себя на каком-то младшем таймфрейме вполне, так сказать, адекватно, а потом так выйти из этого промежутка, что, в общем, разорвет все границы. Никто не написал, почему пшеница упала? Нет, Алекс, рынок не должен закрывать ГЭП, я вот не придерживаюсь, вообще классика, любой Мерфи, любой классический учебник по теханализу, да, вот Джон Мерфи, например, пару книг написал, там как раз говорится, что ГЭП это, ну ладно, я по Найману скажу, может совпадает с Мерфи, ГЭП это интерес рынка в сторону, вот в ту сторону, в которую ГЭП, это серьезный интерес рынка, если вы видите ГЭП, это означает, что рынок не укладывается в нормальную тенденцию, там возрастающую, и он каким-то с разрывом, большими шагами скачет туда, значит, быки просто озлоблены, так что закрывать ГЭП обязательно должна цена, я давно не следую таким принципам, может закрыть, а может не закрыть, ну это как встретить Наполеона на улице, да, можно встретить, можно нет. Вот Игорь пишет, что и закрупление доллара, но основная причина не в этом, основная причина в том, что, ну начну издалека, российское правительство просило фермеров сажать больше пшеницы, и они понасажали пшеницы, и пшеницы стало так много, что в Новосибирской области, например, она гниет уже, нет мест для хранения, фермеры уже жалуются, что я подозреваю, что Россия может быть хотела уронить цены и взять рынки, это вполне нормально, штаты были такими, скажем, диктовали условия на рынке пшеницы, ну еще пара государств, там Казахстан, не припомню кто еще, а теперь Россия свалила цены, у нее урожай, ну мега-мега-мега огромнейший, с профицитом, с излишком, уже просто гниет пшеницу, не хватает хранилищ, фермеры в убытках, государство не может закупить, весь объем урожая оказался действительно, много сажали, этой пшеницы, и он оказался хорошим, этот урожай, ну и вот так, дилемма, что делать, вроде целей добились, но фермеры страдают, просто в следующий сезон они могут не выжить, не дожить до, да, как это называется, в сельском хозяйстве, не особо разбираюсь, мальчик, я городской, непривыкший, так что, следующего урожая, может такого уж точно не быть, то, что американцы сокращают уже урожай, вот это немножечко цену стабилизирует, просто они не понимают, как можно по таким ценам им продавать, Россия уже часть рынков займет, вот так, так что сокращают урожай, и только это удерживает цены, как Игорь пишет, 390, а 390 цены удерживает то, что американцы сильно сокращают, вот так, это касательно вот нынешнего сезона, текущего, что будет в следующем, никто не знает, ну вот сейчас такая тенденция, слишком много урожая, рынки просто заполнены кшеницей, ну давайте вернемся на К-трейдер, посмотрим, что тут еще у нас интересного, да, Зара, Индетекс, самый богатый человек Испании, акции продолжают, это Weekly, кстати, заметьте, с 36, продолжают падение 29, я когда-то говорил, что вот бы 29 дали, мы бы взяли, хорошая бумага, но знаете, в связи с событиями в Каталунии, с одной стороны, я не знаю, там, котировки евро, вот это вот, курсовая разница, неизвестно, что для Зары хорошо, это нужно копаться в их отчетности, понимать, выигрывает ли, ну давайте, давайте сами вывод сделаем, я тут чат открою, значит, если большая часть бизнеса, Зары, Бершка, Страдивариус, всех этих вот брендов, которые принадлежат Индетекс, если большая часть в Европе, 67%, значит, что? Сильный евро помогает, Заре, Бершке, или не помогает, вот если большая часть находится внутри страны, можно от обратного исходить, если бы весь бизнес Зары был бы за границей, то сильный евро вредил бы бизнесу Зары, потому что они продают в долларах, а доллар слабеет, конвертирует доллары в евро, чтобы вернуть деньги, да, вопрос, где производство, где продажи, ну, допустим, производство не важно, допустим, оно в Китае, и к доллару, и к евро отношения не имеет, да, юанах, курс, допустим, относительно стабильный, точнее, он подчиняется уже тому, что делает ЦБ Китая, национальный банк, но большая часть в Европе, поэтому, тут действительно, производство выходит на первый план, потому что рынки сбыта, и расходы, и доходы, они, будем считать, в Европе, поэтому, может быть, не так сильно страдают, но, если Зара, ну, и все остальные будут делать экспансию, на внешние рынки, они должны это делать, потому что, наверное, в Европе нет города, нет столицы, где бы не было магазинов, и не было бы несколько штук, вот тут, в маленьком Таллине, полмиллиона населения, несколько магазинов, в любом торговом центре есть Зара, так что, и Страдивариус, и Бершко, и здесь все есть, и Массимулик, так что, они вынуждены делать экспансию, ну, это, наверное, не самое важное, дело в том, что, с тех пор, как мы делали отчет, мы разбирали, вебинар был по этой Заре, много времени прошло, и, может быть, уже совсем не та ситуация, но, когда я смотрел, компания была просто, ну, не идеальной, но близко к тому, вот почему она росла, я не помню, мы два года назад делали анализ, полтора, может быть, шестнадцатый год был, да, начало шестнадцатого, бумаги, как раз вышли в двадцать восемь, двадцать девять, и улетели до тридцати, почти семи, ну, это много, да, представьте, десять долларов почти прибавили, вот, и все ждали коррекции, вот она коррекция, страшно брать, мувинги пробили, тренд пробили, восходящий на уикли, ну, может быть, на двадцать шесть поймает цена, какое-то локальное дно, может быть, рискну что-то делать, я коллы покупал, но они все обесценились, конечно же, ничего не заработал, потерял эти коллы. Так, у нас DAX стремится вниз, DAX, кстати, у меня еще один есть для вас сервис, я буквально недавно зарегистрировался вот здесь, сейчас я покажу, что это, это TradingView, обратите внимание, очень хороший сервис, наверное, лучший, из бесплатных, из доступных, из любой точки мира, вы можете в браузере открыть TradingView.com, вбить туда от биткоина до какого-нибудь альткоина, там очень много альткоинов, ну, не все, наверное, конечно же, да, не все, очень много альткоинов, ну, я по аналитике вижу, там просто такая мода на биткоины, каждый второй делает график, какой-то анализ, публикует на этом сайте, собственно, сайт посвящен рынкам, котировкам и анализу, любой трейдер может зарегистрироваться, как соцсеть, публиковать свой анализ на графике, показывать, что там происходит, прогнозы давать, у него друзья, ну, подписчики называются, вот я вас прошу добавиться ко мне в подписчики, если вам это интересно, я тоже добавлюсь, ну, у кого активный аккаунт, я добавлюсь, если у кого пустой аккаунт, подожду, пока он будет активным, хотя мне, конечно, не сложно добавиться, вот, добавляйте в друзья, я сейчас вижу у меня 10 подписчиков, я буквально вчера или позавчера активно начал там что-то делать, зарегистрировался там неделю назад, и вот вчера или позавчера начал писать, вот первый пост поставил по DAX, вчера, так что прямо сейчас, вот смотрите, вы открываете такой же аккаунт, в TradingView, это бесплатно, регистрируетесь, просто email, я не знаю, имя, фамилию, логин какой-то, да, а потом, когда у вас будет уже свой аккаунт, вы заходите по той ссылке, которую я вам дал, давайте я нажму, посмотрю, что откроется, по этой ссылке заходите сюда, и в крайне правом углу есть подписчики, ну, как-то подписывайтесь, вот, есть возможность подписаться, но если у вас нет своего аккаунта, вы не сможете, своего TradingView, вы не сможете, надо нажать кнопку подписчики, не подписчики, а подписаться, зеленая такая, в правом верхнем углу, примерно она там, ну, и вот подписаться, и вы будете видеть все мои, я собираюсь, наверное, если удастся, почти каждый день публиковать, вот, Владимир уже подписался, теперь у меня 11 подписчиков, да, почти каждый день буду публиковать какие-то видения чего-то, в основном это будут индексы, потому что мне больше интересен фондовый рынок, глобальные рынки, валюты могут быть, фунт вот в последнее время я полюбил, жаль, что сейчас там политические игры начались, и на это еще нужно время уделять, чтобы еще и в этом разбираться, консерваторы, лейбористы, что там, кого сместят, кого назначат, как-то я экономист, уже времени на всякие политические разборки их уже не хватает. Как подписаться, Сергей? Кто-нибудь, напишите, пожалуйста, кто подписывался, я очень давно подписывался, ну, как очень давно, неделю назад, но я не помню, что там делать надо, мне нужно сейчас выйти, снова зайти, а вот Владимир, кто ко мне добавился, Шиховцов, помогите, пожалуйста, Сергею в чате прям, напишите, как это сделать, должно быть очень просто, просто кнопку надо найти, в общем-то сделать регистрацию, подписаться на это, ну, завести аккаунт на TradingView, просто у меня уже аккаунт открытый, я вошел, я не вижу. Да, можно через соцсеть, через Facebook, а можно снова ввести там email, дел данный, ну, лучше вот через email. Ну, Алекс, у вас уже был аккаунт, поэтому, а у Сергея, наверное, нет еще аккаунта, он хочет подписаться, зарегистрироваться, в смысле, только потом подписаться, если есть аккаунт, тогда в правом углу, да, есть кнопка подписаться, зеленая, по ссылке вот этой, которую я дал, можно зайти, но если аккаунта нет, то нужно на этом TradingView где-то нажать вот кнопку, открыть аккаунт, завести профиль, особенность этого сайта заключается в том, что удалять свои идеи нельзя, вот если я вчера опубликовал идею, ни через день, ни через неделю, ни через 20 минут, я ее не смогу удалить, в течение 15 минут, я только могу удалить свою идею, политика сайта такова, что плохих идей, ну, не бывает, все трейдеры, все ошибаются, можно потом комментарии написать внизу, что-то исправить, но вот так вот шаманствовать, гадать, а потом, если не получилось удалять, этого делать нельзя, это прекрасно, это прекрасно, что так, я не боюсь ошибок, я готов, вот, например, у меня DAX сейчас в небольшом минусе, если стоп-лост не пробьет, то хорошо, если пробьет, окей, все бывает, я всего лишь написал, что S&P показал лучшую, меньшую коррекцию и лучшую динамику, а DAX очень глубоко упал, единственное, я на час, на два поза зашел, когда уже коррекция прям вот, показала дно и развернулась, поэтому, адрес ссылки выше, вот я еще раз дам, Сергей, поэтому, можно было еще лучше зайти, вот, удалять нельзя, все прогнозы остаются, и там есть кнопка play, вы можете нажать кнопку play, и посмотреть, что после этого прогноза случилось, даже через год, нажимаете play, и он прокручивает, вот прогноз был дан здесь, сказано было вверх, и рынок действительно пошел вверх, отлично, ну, так что любого трейдера можно проверить, насколько его прогнозы, я ненавижу прогнозы давать, именно вот в таком виде, здесь брать, ну, вы, наверное, знаете, я говорил много-много раз, я опционщик, и у меня не совсем линейно все, ну, что делать, назвался трейдером, полезает в багажник, да, и придется все-таки, как-то, вот, ну, еще тут можно вставить оценки, здесь можно вставить вот оценку идеям, понравилась идея ставить, ну, не понравилась здесь нет, здесь только оценка, репутация, она автоматически считается, ну, и, собственно, вот так, и количество подписчиков, вот я уже вижу, что у меня немало, за два дня это хорошо, спасибо всем, спасибо всем, кто подписался, буду стараться для вас, чтобы какие-то новые, свежие идеи, не ждать целого вторника, а уже в течение недели, будь то пятница, или, я не знаю, воскресенье, неважно, публиковать идеи, какие-то, тут даже можно макро публиковать график, какой-нибудь, я не знаю, выход нонфармов, и сравнение там с нонфармами 60-х, например, подписка, зеленая кнопка, в правом углу наверху должна быть, Сергей, такая зеленая подписки, что ли называют, или подписка. Окей, продолжим наш обзор рынков, значит, фунт вот так вот врет, 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 пробивает, вот если совсем точно соединить, может даже вот так, что ли, соединить, да, наверное, вот так, интригует, интригует, пытается линию провить, но каждый раз разворачивается, потому что, видимо, экономика сильнее политики, инфляционная, сегодня вы видели, инфляция по фунту выходила, по Британии, и вы увидели, 3% вместо 3,1, это тоже немало, инфляция 3%, это огонь, это вам не два, да, целевых, намного больше, так что, мне кажется, в фунту дорога вверх, если там в парламенте не случится что-то форсмажорное, если Терезе не дадут, там, вот он, недоверие, если кабинету не придется, в общем, не будет, если политических рисков, то дорога вверх, инфляция все больше и выше, это, с одной стороны, хорошо, дает какую-то более-менее четкую картину, что должно происходить с фунтом, это дает понимание, что должен делать ЦБ Банк Англии, и он это сделал уже, первый раз, за долгое время пошел на повышение ставки, так что, в этом смысле, я бы поставил осторожный стоп, куда-нибудь вниз, вот, вот, есть хорошая линия поддержки, сейчас я, вот так вот, хорошая линия поддержки, 1.3050 где-то, сейчас 1.3177, ну да, 127 пунктов, немало, ну, что делать, вот такие свечи, если уйдем вверх, то прибавим 500-600 пунктов, возможно, и это хороший стоп-лосс, на уикле даже он, наверное, будет виден, да, это такая последняя тенденция нескольких месяцев, даже года, грязно, конечно, мы пробивали, но каждый раз возвращались, но думаю, если мы там, это который раз был, 1, 2, 3, 4, 5 касаний, да, было на дневных свечках, если мы их 6 раз коснемся, то каждый раз вероятность пробоя увеличивается, ну, сколько можно, рынком уже туда-сюда, туда-сюда, и, возможно, шестое касание уже будет на серьезных политических каких-то проблемах, скандалах и так далее, но экономически инфляция в 3%, даже если она оказалась чуть меньше, чем ожидали, это много, это очень много, вот по мне фунт должен быть уже в районе 1,35 как минимум. Окей, тут Сергей спрашивает, можно ли в чате, да, вот добавляйтесь в скайп, вот скайп, и у кого есть инстаграм, вот добавляйтесь в инстаграм, первый скайп, второй инстаграм, можно будет пообщаться, я не могу прям все время отвечать, потому что у меня очень много людей за этот год, даже с этих вот вебинаров Адмирала добавилось, но вот по мере возможности я буду отвечать, так что, конечно же, поговорим. что у нас еще, а вот крипто, пропустим, в этом я вообще ни разу не спец, ибекс, то есть падение акций индетекс, заробежка, это не случайность, это тенденция, она общая, испанская, ибекс с момента каталанского кризиса очень сильно просел, ну как очень, 105, 106, и сейчас 99, 6-7% просадка, на ровном месте, в то время как Америка растет, так что, если кто не верит возможность политического кризиса в Каталонии, то можно смело на каких-то уровнях, чуть ниже, или тут же брать, хотя не помешало бы переждать еще одну коррекцию, если она настигнет нас, общая уже, не локальная каталанская, испанская, а уже общемировая какая-нибудь, ну не может же быть, чтобы рынки там 300 дней росли без коррекции, хотя бы в 1-2-3%, ну может конечно все, но каждый день это новая вероятность, новый шанс, что это наконец последний день без коррекции, мы не говорим сейчас о развороте вообще, я не медведь, потому что оценка рынка, фондовых рынков, соотношение price earnings, цены к прибыли, она не очень высокая, там 22-24, это вполне терпимо, не пузырь, по крайней мере, не как какие-то там криптовалюты, взлетевшие в тысячу раз, хотя на крипто нет оценок, а тут есть оценка, бумага или индекс, или страна зарабатывает 100, а стоит 1000, значит окупается 10 лет, нормально, нормально, все время было 8, 9, 12, 10 это нормально, вот то же самое здесь, в кризис, P-ratio на S&P доходил там до 40, по-моему, в 99-м, и до там 27-2007, а сейчас 20-22, может быть 24, по какому-то из них, по Доу Джонсу, например, немного, не самые пики, было и больше, так что, если рынки будут и дальше расти, я не удивлюсь, я удивляюсь только тому, что они растут без коллекции, и как мы в прошлый раз говорили, оказывается, дело не в американских рынках, потому что американские рынки, как раз потеряли с момента прихода Трампа, мировые индексы растут сильнее, вот все остальное, я не могу сказать за счет кого, но точно не за счет Испании, мировые индексы растут сильнее, и Америка имела капитализацию 38% от мировой, теперь имеет 31%, так что она потеряла в мировом весе стоимости акций, ну, грубо, если мировой рынок там стоит триллион, американский стоил там 380 миллиардов, ну, хотя он, конечно, больше мировой, а теперь он стоит 310, другие рынки выросли сильнее, чем америка. Нефть, наверное, тут делать нечего, потому что они так сильно, котировки так сильно выросли, что бренд, что WTI, что пока мы не нарисуем какую-то фигуру интересную, там, какой-то там зигзаг, не дойдем до каких-то нижних уровней восходящего канала, не пробьем, наверное, делать нечего, вот если кто продавал, продавать им можно было на касании верхней границы, и то мы его грязно пробивали, но вот не получилось, 3 дня простояли, диапазон там 30 центов, и рухнули, а может даже больше. Я не вижу в центре коридора никакого сигнала, вот так если продлить этот канал, ой, сейчас, хочу вернуть, не получается, ну ладно. Если этот канал провести дальше, то вот так вот получится, наверное, все-таки вот так. Более-менее такой канал, немножко расходящийся, кривой, но что делать, не всегда ровно, все идет. Так что в центре канала не вижу никаких сигналов. Ну и индекс доллара очень жестко, очень, так сказать, против всех, как их назвать даже, формаций, не правил ни разу, ни разу это не какие-то там четкие законы технического анализа, нет, конечно, это всего лишь формация, голова и плечи, в данном случае перевернутая. Ну вот, кто взял там доллар-два после линии, окей, кто не взял, по стоп-лоссу вышел, что я могу сказать, по крайней мере, вход был под линией, и уже чуть ниже линии, чуть ниже линии, уже стало понятно, что это уход под нее. Все, стоп-лосс, выходим, сидим, смотрим, что будет дальше. Есть вероятность, что оставим тень, обратно вернемся, все может быть, но пока сигналов нет. WTI тоже самое, разве что коснулся линии, очень просел больше, чем бренд. Хорошо, золото вообще ничего не рисует, обратите внимание, я сжал график, ну тут просто трэш какой-то, ровная, ровная, такая динамика, диапазон 10-15 долларов за последние несколько дней, недель, может даже, на выклее, вот так вот, так что ждем, пока что-нибудь будет вырисовываться. Ну и евро, обратно, вышел за канал, почти 1.18, да, тронули 1.18, 0.4 было, ну все, голова и плечи на данный момент отпадают, может со второго касания плеча, вот ситуация, которая мне непонятна, кстати, действительно непонятна, потому что, вроде, ЕЦБ дал знать, если может у кого-то есть информация свежая, да, Сергей, я получил запрос, сейчас после вебинара я добавлюсь, если у кого есть информация свежая, что происходит, и почему такое сильное движение, то окей, я бы тоже послушал, пока я не разбирался в этом, потому что, так, глубоко в сегодняшней ситуации на рынках глубоко не копался, это сделаю поздно. Что у нас еще остается, S&P, самая ужасная динамика, которую может показывать индекс, это вот развороты с такими тенями вверху и внизу, то есть рынок какую-то динамику и вверх, и дучу, и медвежу рисует, но каждый раз цены возвращаются каким-то средним уровнем, оставляя то наверху тень, но наверху немного тени остается, больше всего внизу. Знаете, о чем это говорит? Рынок очень сильно откупают, так можно сказать, внутри дня. Вот эти тени дневные, это означает, что цена доходила до уровня низа, но потом возвращалась и закрывалась намного выше, потому что тень большая, да, у сучей. Рынок откупают даже на таких уровнях, как 2500, деков на рынке очень много, пока они не видят ни макроэкономических причин для разворота, ни каких-то политических, ни каких вообще. Малейшая тенденция вниз, потому что полпроцента никогда не было, и это, можно сказать, малейший разворот. Ну и все, быки приходят, скупают все, что потешевело, даже там на 0,4%. Казалось бы, что такое 0,4% в таком космосе, на таких вершинах? Ну вот такая сила быков. Конечно, это не значит, что быки всегда будут сильны, в любой момент может наступить паника, она, вы знаете, всегда лавинообразная, ну не всегда, она может быть лавинообразной и снесет так, что быки даже забудут, что они делали вчера. Так что это ни разу не покажет, но пока откупают. То есть, если в следующий раз будет провал куда-то на эту линию, и вы решите купить, ставьте стоп-лосс и понимайте, что, ну или не прямо стоп-лосс, потому что тени, видите, остаются, закрывают по стоп-лоссу. Просто в уме держите, что если день закроется ниже вот этого уровня, то вы, наверное, закроетесь и выйдете. Хотя вот здесь закрывали, все равно откупили. То есть, все откупают, но рисковать тоже нельзя, в любом случае должны быть стоп-лоссы. Я, по крайней мере, ставлю на то, что коррекция будет. Она неизбежна, уже рекорды все побили по длительности без коррекционных движений. Так что, любая статистика, любая теория вероятности вам скажет, что каждый день у нас растет вероятность новой коррекции. Так, хорошо. Вроде по всем инструментам прошлись. Я посмотрю картинки. Я обычно готовлю картинки. Ну, видите, идей немного было. И неделя с точки зрения макро не особо. И, в общем-то, идей мало вырисовывается. Давайте я вам покажу картинки, которые я на неделе раздобыл для вас. Интересные какие-то вещи. Не обязательно прям чисто рыночные, не обязательно макроэкономические. Возможно, просто... А, нет. Возможно, просто интересные, даже если это касается геополитики, это тоже нам должно быть по идее интересно, потому что рынки имеют много общего и с политическими событиями, и с геополитическими. Так, я не знаю, как переключиться. Вот, открыть, показать все окна. Показать все окна. Сейчас, секундочку. Еще раз. Мы обсуждали, по-моему, с вами главу ФРС, что случится, если он придет к власти. Я пытаюсь найти картинки, которые мы не обсуждали. Почему-то он все время открывает одно и то же. Давайте вот эту картинку посмотрим. Да, вот это далекое от экономики, но интересное, наверное, всем, особенно тем, кто, например, в информационном поле российском находится, потому что эта тема там, ну, любимая, так скажем, я переключусь сейчас. Это миграция, беженцы и Европа. Буквально в двух словах обратите внимание на вот этот график. Это экономист журнал посчитал. Значит, вот четыре квадрата сектора, кластера. Вот в этой части это страны, точки это страны. Голубым цветом обозначены восточные европейские страны, оранжевым, там, красным обозначены западные европейские страны. Так вот, вот в этой части кластера страны, тут нет ни одной страны, страны, которые без миграции наращивают население, да, популяцию, то есть популяцию, можно так сказать, уровень, не уровень, а население растет без миграции. То есть не нужно завозить кого-либо, открывать границы, чтобы население расслабить. Видите, ни одной европейской страны. Я думаю, Россия тоже в такой ситуации, именно поэтому в Средней Азии очень много гостей. Дальше, вот в этой части население падает без миграции, то есть вот если не будет миграции, население будет падать. Мы видим, ну, очень много стран восточноевропейских, то есть они нуждаются в миграции. Видите, население будет снижаться. По Италии это вообще 16%. Не знаю, за какой период, 2050, да, к 2050 году итальянцы потеряют 16% населения, немцы потеряют 18%. Можете себе представить, каждый пятый немец, то есть население будет меньше, чем на пятую часть населения всей страны, это просто катастрофа. Так, ну и вот страны, у которых ситуация чуть лучше, потому что, ну, восточный блок, да, ввиду того, что в каких-то там, допустим, странах, ну, та же Эстония, где-то православие, где-то еще советские нормы, семья, где-то еще нет факторов вот этих вот либеральных, не будем скрывать, я сам либерал, но мы же понимаем, что чем богаче страна, чем она либеральнее, тем сильнее убыль населения. Это понятно, что хорошая жизнь, к ней привыкают быстрее и хорошая жизнь делает людей эгоистами. Не хотят люди иметь детей, больше одного ребенка, вот и получается оба населения, а не потому, что либеральные ценности так плохи. Просто хороший уровень жизни делает жизнь людей комфортной и к хорошему привыкаешь быстро. Так, вот в этом кластере, в этом квадрате население растет из миграции и без нее. Совсем немного стран, но вы понимаете, за счет чего это произошло. Это произошло за счет того, что миграция была до того, например, Франция, на юге Франции, где-нибудь в Лионе, если вы найдете белого человека вечером после 9, то вам повезло. Норвегия тоже достаточно много, каждый там 11, каждый 12 приезжий. Великобритания, там уж точно немало, Ирландия, может быть, не за счет африканских стран или арабских стран, за счет восточноевропейских, там, одних барменов из Латвии, Литвы, просто, не знаю, целый город. Так что они уже добились, мы понимаем, за счет миграции. И вот здесь страны, которые, у которых население растет, когда миграция есть, двери открываются и падают, когда двери закрываются. То есть у них уже есть опыт, если они откроют двери, население может сильно вырасти, но если нет, то упадет. Вот так вот, так что, посмотрите на Германию, 18, почти 20% потеря в случае отсутствия миграции. Это катастрофа, практически катастрофа. Вот почему Ангела Меркель так вот поступает, у нее просто нет другого выбора. Дальше идем. Вот еще один график, я, конечно, его не разбирал, давайте разберем сами, сами попытаемся разобраться, что он значит. Я сейчас переключусь. Тут, значит, евро и USD против 10-летних ставок недвижимости. Ага, серый график это курс евро, левая шкала, видимо, да, левая шкала, причем свежий, вот буквально, голову и плеч пробили. А красный график, правая шкала, это разница в ставках, не real estate, я не правильно прочитал, а real rates, в 10-летних ставках, видите, разница увеличивается, ну, в отрицательную сторону, это и есть увеличение, между Европой и Штатами, не в пользу, да, Европы, ставка в Штатах выше, в Европе ниже. И евро падает вместе с этой разницей в ставках, видите, один в один. Как было, как все шло коррелировано всегда почти с небольшим лагом, может быть, тут евро вдруг оторвался, вот, помните, мы говорили, что как-то непонятно, на чем растет евро, и как-то объясняли, ну, тут кто-то в чате другое объяснение давал в других вебинарах, но тот процесс, о котором вы говорили, по-моему, Ирина говорила, он не закончился, а тренды все-таки развернулись. Значит, дело не в этом было, что там покупают американские доллары, идут американский рынок, а просто была рациональность на ожиданиях, они думали, что сократятся, дальше будут сокращаться вот эти реальные ставки, а вот, а вот и нет, не дождались, евро оторвался сильно, потом тренд развернулся в разнице ставок, и евро в догонку начал падать. Вот почему вот этот заход выше головы и плечи, мне кажется, пока таких сильно условий нет. Ну, график, конечно, там месячной давности или двухнедельной давности, ну, вот мы же видим, по евро ушли вверх. Ирина пишет, а, вот она пишет по демографии, ну, хорошо, сейчас вернемся по демографии. Так что налицо раскорреляция сегодняшняя, или там, да, сегодняшняя была по евро, нужно отслеживать эти тренды, до сих пор они неплохо работали, время от времени и рациональность овладевала рынками, ну, недолго, полгода, да, дальше все-таки все вставало в круги своя. Вот так что ждем, пока все вернется. Реальная разница в ставках, разница в ставках это самый мощный драйвер на валютном рынке. Самый-самый-самый мощный драйвер. Ну, пока я переключаю новый график, я скажу, отвечаю на вопрос Ирины, но смотрите, убыль населения это практически смерть. Чем хороша смерть нации. Это нынешние поколения могут сказать нам все равно. Собственно, так и происходит. Любая семья говорит, я не буду думать о нации, о будущем, ни одного ребенка достаточно, ну, максимум двух. Хотя нужно два и два, два и три, ну, то есть больше двух, чтобы на замену родителям пришли. Родители покинут мир, двое детей останутся. Это не рост населения, это просто восполнение. Поэтому, тем более, кто-то в автокатастрофе умрет, кто-то там не женится, кто-то там другой ориентации с семьей естественным образом не будет иметь. Так что, нужно, чтобы детей было больше, чем родителей, чтобы нация через 50 лет не убывала. Что такое убыль? Это смерть. В 2050 трамвае едут одни бабули в Берлине, в 2120 рабочую силу заводят вот так вот жестко из Африки, просто берут людей и завозят в Германию, чтобы они работали на каких-то предприятиях. И 2246, допустим, американцы занялись миграцией, занялись демографическими проблемами, у них все нормально, они процветают, а в Европе некоторые страны просто вымерли. Вот вам, что значит убыль населения. Что такое для истории 100 лет, 120 лет? Ничто. Это секунда. В планете сколько? 14 миллиардов лет, да, после большого взрыва. Человечеству 200 миллионов, так что эти 100-120 лет, которые даже один человек не способен увидеть в своем, да, жизненном цикле, для истории это просто ничто. И Ангела Меркель, конечно же, думает о будущих процессах, чтобы в книжках по истории не писали, что американскую нацию угробила именно вот женщина по имени Ангела, в свое время она закрыла границы, мы замкнулись, там, спились, перестали детей иметь, вот так, и теперь Германия 2126, это просто пустая земля с парой мигрантов, оставшихся с тех времен. Так что вот так. Та же ситуация в России, но про Украину и Белоруссию не скажу, убыль естественного населения, все это продолжается, теперь даже мигранты не восполняют. Я смотрел график двух-трехмесячной давности, летом он был, свежий график, прирост населения, точнее, уже не прирост, а убыль населения, и потоки мигрантов не покрывают ту убыль населения, естественную, плюс отток, кто-то уезжает, там, сердечно-сосудистый и так далее, вы знаете, средняя природа жизни на постсоветском пространстве не очень высокая, Эстония там 72-74 года, Россия 63, по-моему, а Испания 81. Ладно, что у нас из графиков, есть интересные графики, я открою буквально вот еще один, что это, я не разбирал, для вас сохранил, да, кредит, уровень, уровень задолженности стран, посмотрите, вот, что происходит с такими странами, как, например, Китай, там, конечно, речь идет не об уровне государственного долга, обратите внимание, внизу написано, что Credit to Private Non-Financial Sectors, это частный сектор в том числе, то есть, если 100 китайских компаний имеют какой-то частный долг, облигации, кредиты, то это тоже считается как долг, не обязательно именно государственный, а видите, штаты как сильно отстают, там как раз речь идет о государственном, в том числе, там есть 18 регионов госдолга, еще и частный сектор, по отношению к ВВП у американцев не сильно меняется ситуация, уже лет 5, там, с 11-го, стабильно, и ВВП растет, и долг растет, или там, наоборот, и ВВП падает, и долг. Япония сокращает уже с 90-х, там просто катастрофа была, 230% было соотношение долга к ВВП, сейчас Испания достигла таких уровней, причем банки не в счет, видите, написано Non-Financial, если банки считать, то там вообще катастрофа будет, но банки, они, понятно, должны быть закредитованы, они все время откуда-то берут, кому-то отдают, вот без банков эта ситуация даже хуже, чем в 8-м была, а в 11-м, помните, долговой кризис европейский, не зря он в 10-м, в 11-м разгорелся, евро падал, и все такое, так что вот он как раз пришелся на пик испанского долга, в частности испанского, вот сейчас они разрешают ситуацию, медленно ЕЦБ выкупает, высвобождает балансы стран, а вот Китай наращивает, так что вот вам еще один пузырь, такой долговой признак экстраординарного роста, да, экономика не растет так, как растут долги компании, если они неэффективны, то в один момент это обрушится, ну и Таиланд, помните кризис 98-го года, он же азиатский был, потом перекинулся на Россию, на другие страны, рубль, да, все вот это было, ГКО, вот он начался в 97-98-м, с обвала тайского БАТа, обесценились азиатские валюты и перекинулся на Россию, вот Таиланд решил проблему с тех пор, 100% было соотношение долга, ну вы поймите, Таиланд не такая экономика, чтобы позволить себе большие долги, все-таки это очень зависимая от многих факторов экономика, это не Китай диверсифицированный, более или менее, хотя тоже зависит от ценности ее, это не Испания даже, плюс-минус экономика по чуть-чуть там кормится с разных источников, источников и не штаб. Вот вам картина, так что кто-то, если вам скажет, что Америка, ее госдолг, огромный кузырь и сейчас вот-вот-вот лопнет, поймите, что по отношению к тому, что Америка зарабат, так называют, воспроизводит ВВП, это не так много, есть страны, где ситуация хуже, это же не оправдывает такой высокий долг, но вот так, есть страны, где ситуация намного хуже и уже много-много лет. Япония, например, с 230% долга, она же не рухнула, не обвалилась, ее же не закрыли, боулинг-центр на месте Японии не открыли, нет, так что вот так. Окей, больше картинок у меня нет, точнее, они есть, но, наверное, многим не понравятся, такие либеральные картинки, и время у нас подходит к концу, ровно час мы просидели, вот Анна правильно пишет, что нужна золотая середина в количестве населения, точнее, его приросте, слишком большие темпы не позволяют стране, да, кормить всех, так скажем, проблемы Индии, бедных стран, хотя, если западные страны будут так сильно расти, у них вполне есть возможность обеспечивать, как раз, вот, например, та же Эстония, такой дефицит рабочей силы, например, ну, Эстония не такая богатая страна, вообще не богатая, а вот Голландия у них безработица в районе, там, 3%, я думаю, даже может меньше, тоже дефицит рабочей силы, если бы у них было воспроизводство нормальное, они бы не испытывали дефицит рабочей силы, я уже не говорю про домографию, речь идет просто об экономике, у рабочей силы, им приходится завозить ее, конечно, они ее завозят еще и в целях решение демографических вопросов, но заодно решают и рынок кредитов. Окей, у нас слишком уже затянулся вебинары, последний вопрос ответили о преддверии увеличения ставки, но вот вы растут, как считаете, я думаю, все в цене, вы знаете, вероятность роста ставок в штатах сейчас 97-98%, никто не сомневается в этом, поэтому декабрьское повышение давным-давно заложено в цену, вот 18-й год, вот, да, сюрприз, а 13 декабря уже заложено, никто даже не сомневается, что еще раз повысит ставку. Больше интриги сейчас в еврозоне. Всем спасибо, подключайтесь к TradingView, добавляйтесь, очень хороший ресурс, даже можно не подписываться на меня, я просто про рекламировать ресурс. Сергей, я добавлю, я видел уже ваш запрос, просто как бы, чтобы не отвлекаться от терминала. А вот, иногда можно просто, не открывая какие-то другие терминалы, видеть, что происходит на любых рынках, от крипто до там, чего угодно, просто пишите, даже есть, я сегодня просто вбил, да, там котик, у вас котик, а у меня мишка. А я сегодня просто вбил какие-то эстонские бумаги, он даже их нашел, так что любые акции там есть, все, что вам в голову придет, вбиваете там, в разделе тикер. И есть анализ трейдеров, есть все, есть макро, очень хороший портал. И русскоязычные ребята, которые раскрутили это, буквально за пару лет. Молодцы, но они сейчас где-то в Канаде, в Америке, где-то на западе сидят. Всем профита, всем спасибо, встретимся с вами в прямом эфире завтра, 15.30, ставьте там колокольчик, нажимайте, чтобы вам пришло подтверждение, уведомление точнее. И 17.30, 15.30 у нас будет инфляция по США, посмотрим, что происходит, что там может на ставку повлияет. 17.30 будет запасы нефти, вот посмотрим, что там происходит сегодня. Нефть такую коррекцию показала, что так что можем и новые ХАИ показать, и новые минимумы. Жду вас завтра. Всем спасибо, до свидания. Продолжение следует...